давайте посмотрим вот такая коробочка здесь у нас значки заряжается от юсб влагозащита но незначительная там от брызг аккумулятор 2200 миллиампер часов я так понимаю это именно 1865 батарейка вот влагозащита x4 вот такая коробка теперь что в коробке в коробке у нас есть инструкция беспроводной пульт мотоциклет на 0 видать велосипедно-мотоциклетный фонарь яндекс переводчиком переведу покажу как это выглядит ну перевод скажем так у яндекса ужасе легче на английском здесь на китайском а легче конечно на английском все делать хотя здесь по идее особая инструкция не нужно имеется микро юсб и юна юсб кабель он примерно около метра есть пульт который заряжается наверно два с половиной часа и есть фонарь а да пульт посмотрим сразу вот такое гнездо прошу обратить внимание вот это вот расстояние довольно таки длинная то есть у меня есть допустим юсб которые более короткие они входят не очень хорошо но этот прям заподлицо ходит поэтому другие смотрите чтобы были длинные когда заряжается пульт моргает когда зарядился пульт перестает но если у кого руль тонкий то наверно можно с резинкой хотя резинка на она в любом случае нужно лучше нам утоншение где есть куда поставить три болта четвертый год тут большой болт сюда ставится вот таким образом одеваем вставляем болт все закрепили это уже крепим либо к седлу либо к чему-то я закреплю покажу куда здесь я скрывал крышку здесь 1865 батарей на фотографии это лазер это лазер который светит длинным таким лазером он либо светит либо моргает разбирать я не стал потому что ну как бы в паспорте сказано что гарантия нарушена будет ну какая уж там гарантия ничего мы не отправляем по гарантии микро юсб тоже садится то есть смотрим так вставлено то есть заподлицо таким образом заряжать можно от повербанка заряжать можно от какого-то выпрямителя вашего от телефонной зарядки точно можно так нам нужен сейчас пульт закрыть мы вот так его поставим так надо год надо чтоб не сильно светило попробуем это нет не будет видно стрелок то есть ставим вот таким образом тоже не видно давайте хотя бы так поставим а еще кнопочка включения есть то есть мы можем либо коротко нажать он начинает моргать и в этом случае пульт по большому счету не действует то есть он горит как будто но он не за конекцию долгое удержание пульта тоже ничего не дает поэтому мы делаем следующее мы делаем долгое удержание кнопки power после этого вот видите появились стрелочки то есть чем выше находится тем стрелки лазов так скажем мы можем двигать вперед можем двигать назад но лучше всего поставить так чтобы было параллельно чтобы они ровно стояли указывали габариты вашего велосипеда чтобы автомобили могли его объезжать но и эту стрелку то есть мы можем включить моргание видим на пульте можем выключить еще раз включить моргание выключить можем включить поворот как видно да как раз два три на третье еще раз пробуем контрольный раз два сразу сможешь более тщательно нажимал раз и можно вот так то есть верхние нажимаем это моргание выключение горение моргание выключение в этом случае работают повороты выключение то есть вообще наверное стоп надо включить навсегда то есть он должен гореть либо гореть либо вообще моргать и нижняя кнопка это лазер то есть вот он вот так опять моргающие выключающие есть еще вот кнопка такого стоп сигнала так скажем то есть когда мы тормозить хотим или тормозим то мы нажимаем на кнопку тэнс тэнс то есть яркость увеличивается долго он долго держит отпускаем он не горит можем но моргать же если вы помните мы можем вот этим пожалуйста вот моргающие самое привлекающее внимание и выключается вправо влево вправо ну по большому счету непонятно как я должен контролировать то есть если в темное время суток понятно что я увижу да а так вроде как ты показал вправо потом перестал ехать вправо нажал еще раз а он не выключился и только на третий раз здесь раз два три только на третий раз ну видимо опытным путем кстати не горел не горел а он еще наверное от темноты действует или все таки он периодично включается да он периодично включается темноты здесь никакой нет то есть и датчика света здесь естественно тоже нет ну выключайся ну выключайся ну что надо о потух то есть лазеры как датчики света что ли ну не знаю она вряд ли а к сожалению инструкции особо ничего не сказано я скриншоты сделаю инструкции посмотрите может быть вы поймете лучше поэтому пишите в комментариях что что я делаю не так а тогда вот стоп и поехали пульт подсвечивается то есть вот таким образом все видно в темноте здесь аккумулятор как вы поняли и аккумулятор находится здесь все если вам понравился такой фонарик проходите по ссылочкам можете посмотреть средняя его цена полторы тысячи небольшая сумма может быть за доставку можно купить по ссылкам которые я укажу под видео если вам видео понравилось ставьте лайки на канале будет много аксессуаров для велосипедов потому что они все куплены они все осмотрены но пока на испытаниях и мы их пробуем смотрим там и перчатки есть хорошие и все 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 поэтому пишите в комментариях ваши вопросы я отвечу ставьте лайки не забывайте подписываться на канал на этом все видео а а а а а Субтитры подогнал «Симон»!